Сельхозпеределки 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот мы прокатились сюда, в эту сторону, чтобы показать, как здесь дела обстоят с этим делом. Ну, как видите, вот как я и говорил, что только пожневные остатки, сорняков вообще почти не было на этом участке, ну то есть амброзии нет. Лобода вот там в той стороне, где машина, где трактор, ну вот куда мы начинали видео, там немножко очаги были считаны. А здесь вот все, можно сказать, идеально. Ну, урожайность не порадовала, конечно, всего лишь по 13, по-моему, получилось тоже. Так что будем менять семена на следующий год, потому что что-то это уже задолбало земледелие такое. Вот. Снимаем с ним что-то снимать. Вот. Извиняюсь за тряску камеры, потому как никак я не могу привыкнуть более-менее нормально снимать без тряски. В общем, этот кусочек поля здесь пару гектаров посеяно. После кукурузы, которая была убрана на село. Как видите, остатки от кукурузы. Здесь было две дисковки проводилось и посеяно. Ну вот, пшеничка, в принципе, уже сходит. Как видите. Это, ну, селась она в один день, когда селась рожь, получается, по-моему. Или на следующий день после посева ржи. Видео также можете заглянуть или в подсказке, или в описании под видео, кому как удобно. Ну, вот, всходы есть. Все всходы, я думаю, уже когда все капитальненько взойдет, мы снимем попозже. Ну, а так, кажется, сейчас как раз пока рядом мы находимся, можно и затронуть такую тему. Рожь, между прочим, раза в два уже выше. Ну, и поплотнее взошло. Ну, вот, лучше, чем пшеничка. Ну, вот, сравнить пшеничка. Здесь росточек сантиметра, ну, от трех до пяти сантиметров. Вот, чтобы вы ориентировались на видео, да, как бы масштаб. Но рожь повыше будет по-любому, потому как, ну, на глаз даже видно. Рожь мы, конечно, вряд ли заснимем, потому что она, ну, достаточно, говорится, далеко отсюда. Вот. Ну, в общем, как-то так. Еще вернемся потом, через время, к самой пшеничке покажем, что, чем травили, какая она у нас на вид в этом году вообще. То есть, которую мы бросаем в землю. Сеем на глубину примерно, ну, сантиметров пять. Зерно ложится на сантиметров пять, не глубже. Вот, ну, земля, конечно, вот, до пятки, как говорится, вот, легко дорываешься. Ну, сантиметров восемь есть сто процентов, то есть до дна. Ну, земля, вот, как видите, сейчас покажу. Вот, поняли, да, оно немножко держится вот рукой, но вроде бы как хотелось бы еще. Ну, обещают дожди, может быть, таки пройдет, и тогда уже хорошо будет, когда зерно будет в земле. Вот так вот, в принципе, все, поехали дальше. Субтитры подогнал «Симон» Так, ну, а сейчас самое время поговорить нам о посевном материале нашем, да, так сказать, показать его и чем обрабатывали. Так, сейчас попробую получше, чтобы... Ну, вот такая вот пшеничка после сепарата рассадка. Как видите, вот половиночка, ну, то есть не на сто процентов идеальный посевной материал. То есть есть там проскакивают половинки, но по сравнению с банальной веялкой, ну, процентов на 80 лучше, чем бы обычной веялкой. Ну, то есть в основном процентов 80-85 идеальный посевной материал. Остальное все такое есть. Чуть меньше зернышка, да. Вот, как видите, я думаю, видно, что такой цвет она имеет немножко розоватый. Вот некоторые вот берут на себя. Вот розовый, видите, половинки в особенности хорошо берут на себя этот розовый цвет. Обрабатывалось это все дело препаратами «Винцедор» и «Командор Экстра». «Винцедор» — это фунгицидный протравитель, «Командор» — это инсектицид. Инсектицид мы, повторяюсь, используем первый год, потому как не доходило как-то до этого дела. Но люди посоветовали, мои подписчики, опять же, в комментариях, и решили воспользоваться этим советом, не пропускать его мимо. Ну вот, как-то так. Посев, в принципе, продолжается. Все идет, фу-фу-фу-фу, говорится, нормально, как и должно быть. Сейчас, я думаю, мы с вами уже продолжим съемку на ЮМЗ, немножко поснимаем. А то есть уже люди, которые писали мне в комментариях, где же пропал ЮМЗ. Так вот, отвечу пока, что только он у нас в этот год, в принципе, почти все и дискует. То есть и первый след, и второй. Ну, первый след, Гикторов 20, получается, задисковал МТЗ. А потом уже все делали на ЮМЗике. И первый, и второй след на остальных кусочках, как говорится. Ну, и, в принципе, все в норме. Как вы увидели, его сейчас, он на поле тоже работает, трудится. Сейчас мы его немножко заснимем. А потом, думаю, будет видос еще отдельно по дисковке именно на нем. То есть, говорится, подробное видео. Это так, он у нас как второстепенные роли сегодня в посеве. А будет, думаю, постараюсь снять еще видео отдельно, именно по определенной работе. То есть, по дисковке. То есть, думаю, вы поняли, о чем я веду речь. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Все, не будем, говорится, разводить демагогию. Сейчас продолжаем уже видео с нашего ЮМЗика. Что там и как там. Что, на какой передаче он делает. И вообще, как он себя чувствует. Так, ну что, вот мы и добрались до нашего ЮМЗ. Работает он на третьей передаче с небольшой дымностью. Но на температуру и работоспособность, по сути, движка, это не влияет. Потому что обороты держит все. Расход составляет 5, ну 5-5 и 5 с чем-то. Так, до 5,5 литров на такую дисковку. Глубина 7 сантиметров я замерял. Это второй след, как вы поняли. К слову, ранее он без турбины. У нас ездил даже на хорошем двигателе. Только на второй передаче с такой дисковой бараной. Ну, когда она еще была навесная. Ну, не суть, потому что захват один и тот же. И брал тогда 7 и более литров. Конечно, можете... Многие могут заявлять сейчас, что это много там и прочее. У меня меньше берет. Ну, друзья, у нас даже в Украине есть такие земли, где люди за ЮМЗ таскают четырехкорпусный плуг. Как на ДТ-шку. А мы этого, естественно, позволить себе не сможем никогда. Потому что трактор просто-напросто не потянет. Вот. Ну, к слову, МТЗ на аналогичную работу у нас берет где-то 4-4,5 литра. Ну, а этот 5-5, ну, не меньше пяти, в общем, до пяти с половиной литров. Ну, все равно как бы повыгоднее стало. И сравнять вторую передачу и на третьей, что работать. Это же, естественно, и продуктивность не та, и все прочее, и прочее. Разворачиваться через левое колесо хорошо. Не надо даже поднимать дисковую борону, потому как она заворачивает сама за трактором. Сейчас мы как раз подойдем. Что такое? Что, Сталин? Почему прекратилась работа, как раз я узнаю. Это что-то не по сценарию вообще пошло. В общем, как-то так. Ну, в принципе, за дисковую борону. Ну, снимем. Я говорю, работать буду вот на днях позже. Под ячмень, когда будем дисковать, я буду дисковать. И тогда мы снимем именно отдельный уже роличек по работе на нем с этой дисковой бороной. Там уже, ну, поподробнее будет, как всегда. Именно под определенную работу. Йора! Что там? Фильтр? Ну, вот так. Вот такая вот солярочка у нас. А я думал, ты халтурить стал. Я только видео начал снимать. Ну, концовку. И ты по... Ну, а ты, блин, стал. Ты думал, халтурить, что ты или кончил уже две эти... Это, как-то мечту хейтеров восполнил, что турбинированный движок навернул. А, ну, этот элемент забывся, да? Ну, пока что. А, кстати, ладно, тогда уже, коль трактор здесь стоит, кто помнит видео об установке стартерного переходника, как вы, кто видел этот видос, если нет, посмотрите по ссылке в описании. То мы же сюда с комбайна переставили пускачь, хотел сказать, господи, стартер. И таки доделали проводку и все прочее. В общем, печку мы провели вот с блока нижний патрубок. Тот, что заходил в пускачь, сделали, ну, переходники вот такие вот, со шлангов. Вот. И сделали на печку шланг. Вот краник перекрытия, подачи на печку. Дальше плюсовая клемма у нас идет. Ну, вот, проводок белый, это идет на бендекс. Плюсовая клемма постоянного плюса с аккумулятора вот идет, в принципе, уложили так более-менее, закрутили, чтобы, ну, не так было все некрасиво. И дублированные кнопки. Вот кнопка. Как поняли, да, работает. И дублирующая кнопка в кабине. Также есть дублирующий рычаг. Вот, кто не в курсе, вот у нас с кабины идет. То есть трактор элементарно заводится с кабины, как обычным стартером. Тоже включается вот втягивающее, вот оно все вводится. Ну, то есть с кабины легко. Рычаг там стандартный стоит. У нас был стандартный рычаг, но я его чуть-чуть изогнул по-другому. Ну, под себя по удобству. Вот как-то так вот. В принципе, массу. Покупали также новый переключатель, выключатель массы. Но сегодня утром заводили, и он завонялся. Вот мы ее сюда поставили, вот так под кабину приварили, под шину. И он завонялся, этот выключатель. Боже, он сейчас даже воняет. Жаль, что камера не передает запах. Ну, и прикрутили вот сюда пока по стоянку, чтобы можно было работать. Ну, вот, по сути. А что с рулевой? Нормально? Хорошая, да? Ну, вот. Тоже у нас что-то было рулевая приболела. Ну, сейчас все в норме. В общем, так, друзья. Будем мы работать, потому что отец уже подъехал под заправочку. А я здесь с языком стою, телепаю. А вам уже ждать новых интересных роликов. И подписываться на канал, не забывайте. Все, друзья, пока. Субтитры подогнал «Симон»